Я приветствую всех на своем канале вечерние посиделки с вами Анна и сегодня я решила снять видео о своих планах на оставшуюся осень, но это будут такие предварительные планы, то есть возможно будет что-то немножко меняться, что-то добавляться и возможно что-то все-таки я уберу из этих планов. Но опять же я надеюсь, что я смогу эти все планы осуществить в реальность и у меня все четко будет по плану и все осуществится. Итак, значит я составила предварительные планы на оставшиеся месяцы осени на октябрь-ноябрь, а также на декабрь, на начало зимы, может быть немножко захватит у меня этот план январь. И вот в этом плане мне хотелось бы начать и закончить новые какие-то процессы, небольшие, а также повышевать и продвинуть уже начатые процессы. Надеюсь вам будет мой план увидеть и услышать интересно, вы останетесь вместе со мной. Еще хотелось бы мне отдельно сказать, что я набросала такой план, значит на осень и на зиму, то есть осенний процесс и зимний. Но я не буду четко следовать последовательности, у меня будут какие-то осенние процессы вышиваться и зимой в декабре, а зимние процессы новогодние вышиваться осенью. Это у меня по вдохновению и по настроению, я думаю будет так, что четко прям последовательности этого плана я не буду придерживаться, мне главное осуществить все эти планы, все намеченные пункты в реальности в общем. И давайте же начнем с осенних планов, вот что я отнесла именно к осени. Мне хочется вышивать дизайн, такой небольшой, я вам наверное покажу черно-белую схемку, тут часть, в общем мне понравились вот эти вот белочки с мухомором, я сейчас очень люблю вышивать грибы и мухоморчики. И я вот хотела бы от Хелен Либер вот вышить вот такой вот дизайн, он у меня уже есть распечатанный в цветном варианте, но я вам черно-белую показываю и частичку схемы. В общем, это такая книга от Хелен Либер, она там на обложке три котенка, книга посвящена полностью животным. Значит потом у меня в планах дошить дизайн настоящему грибнику от Александры Кулаковой. Вот я напоминаю, как он выглядит этот дизайн, такой вот милейший лесной сюжет с тремя белыми наверное грибочками. И сейчас я покажу, что же у меня вышито на сегодняшний момент. А именно я вышла, ну здесь такую небольшую часть, ну наверное где-то половину работы без бэкстича. У меня здесь наверное уже четко видно два гриба, я надеюсь вам тоже они заметны. Здесь у меня такой магнитик как раз, я подобрала грибной, лукошко грибов с ягодками. Наверное это Калина скорее всего. И вот такой вот процесс мне хотелось бы завершить в этом году осенью. Ну и оформить его конечно же. Очень он мне нравится, такой приятный. Вышивается очень легко. И здесь такие цвета лесные. В общем нравится такой, хороший дизайн очень. Вышиваю я на линде 27-й. Кстати я вот в покупках показывала предыдущее видео. 264-й цвет линды соответствует цвету и крюниточки. Вот я побольше себе там заказала отрез. Вот это вот именно равномерки. Есть еще у меня такой процессик. Это тыковка от Милхилл. Вот она сейчас у меня на таком вот уровне вышита. Буквально тыква здесь, бисер пришит. Не везде я делала бэкстич. Хочу в общем эту тыковку тоже повышивать. Не знаю довышивать или нет. У меня здесь я остановилась. Здесь такая полосатая рамочка. Я к сожалению превью не захватила с собой. Но все наверное понимают какая-то тыква красивая должна получиться. Многие ее вышивали. Хотелось бы конечно ее завершить. Но хотя бы может быть наполовину продвинуть. По настроению. Не хочется забрасывать этот процесс. Тем более сейчас осень. И как раз такая вот красивая тыковка. Сейчас вот поближе немножко покажу вам. Какой здесь красивый бисер. Есть у меня и вот такой вот начатый процесс яблочки от Мережки от фирмы. Чудесный милый ежик должен получиться в яблоках и в шиповнике. И вот у меня... Ну я сразу извиняюсь. Конечно у меня все такое смятое. В папке было. Буду показывать мятое. Так что сильно меня не критикуйте. Что я вот все так измяла. Мне просто это так все хранилось. Не очень. Не помялось. Такой вот красивый ежик получается. Тоже хочу его повышивать. Я думаю что я его не успею довышивать. Так как планы у меня все таки обширные я составила. Но если увлекусь дизайном. Надеюсь что я его максимально продвину. Потому что ну посмотрите какая красота. Такое просто не может и не нравится. И обратите внимание что у меня здесь пока еще совсем нет бэкстича. И он такой вот очень реалистичный. Очень яркий. Очень осенний ежичек. Просто мне очень нравится. Мне его дарила сестра. По-моему день рождения насколько я помню. Танюшке большой привет от меня. И спасибо еще раз за такую красоту. Ну надеюсь его в общем вышить побыстрее. Но хотя бы продвинуть побольше. Ну а по осенним планам это наверное все. Я еще вот раздумываю участвовать не участвовать в СП Хэллоуин от Юлечки Лишенко. Я в том году участвовала. Мне так понравилось. И вот у меня просто есть еще один дизайн. Я его вот покупала. Сейчас я его покажу. Покупала вместе с предыдущим дизайном. Который я отшивала. Ворон и тыквы. Тоже в СП Хэллоуин. И очень мне нравится вот этот вот кексик. Он как бы шел за покупку той схемы, которую я купила. Я там по-моему парочку еще купила. Еще Чеширского кота. Вот. И мне этот кекс ну очень-очень нравится. Я его хотела еще в том году вышить. Ну вот не знаю. Дойдут ли у меня руки вышить его в этом году. Так бы еще дополнительно поучаствовала в СП Хэллоуин. Ну потому что нравится этот дизайн. Ну не знаю. Я еще вся в раздумьях. Я единственная бы если бы начала вышивать вот этот вот кекс. Я наверное вот ну не вышивала бы вот эту могильную плиту. Но как-то мне. Ну я конечно понимаю, что это печенька. Да. Но не хочется мне ее вышивать. Так бы я просто вышила наверное вот этот вот крем. И тыковку. И достаточно. Какие-то у меня наверное предрассудки к памятникам есть в кексах. Вот. Возможно я все-таки. Ну вот если мне вдруг захочется. Я еще повышиваю. Вот именно этот кексик. Ну я еще пока вся в раздумьях. Так. Ну а сейчас я вам буду показывать свои такие зимние дизайны. Которые относятся к зиме. Оставайтесь вместе со мной. И у меня здесь знаете такой прям целый план. Большой я набросала зимних проектов, процессов. И которые бы мне хотелось продвинуть. Также процессы. Но начну я конечно же. Самое первое, что хотелось бы вышить. Это конечно же санта. Вот этот от Джим Шор. Идеальный. Идеальный рождественский санта. Он наверное так переводится. С рыжим котом. У меня тоже рыжий кот есть. Лева. И вот я хочу вышить вот этого вот прекрасного санту. И поставить на подставочки его. Вышить хочу обязательно на пластиковой конве. Поставить на подставки. Вот на такой просто для примера. Что-то у меня фокус сбился и не хочет. Вот. То есть вот такая подставочка. Вышить на пластиковый конве этого санту. И вот так же где-то поставить на полочке. Чтобы он у меня украшал дом к Новому году. Но это вот прям стопроцентный план. Но это я обязательно выполню. Обязательно вышью. Здесь вот нитки. Немножко бисера. Как-то вот не сильно много. Ну и санта. В принципе здесь совсем-совсем небольшой. Вот. Так что вот это вот у меня план. Такой стопроцентный и обязательный к выполнению. Также я хочу внести в план. Вот такие вот новогодние игрушки от волшебной страны. Я вот буквально вчера снимала видео по ним. То есть по покупкам. И вот я показывала, что я их там купила. Я уже тут покрасила их золотой красочкой. Вот это вот такая золотая конфетка у меня. И золотая шишечка или сосулька. Я не знаю, как она правильно тут называется. В общем здесь я больше наверное по краям прокрасила. Серединку не закрашивала. Конфеты я все полностью закрасила. Вот. Такие вот обязательно у меня конфетки. Новогодние елочные игрушки. Тоже сто процентов. Хочу их вышить прямо вот обязательно. И хочу начать я прямо вот сегодня вот с этой вот конфеты. То есть начну с елочной игрушки выполнять свой план. Потому что ну я их долго ждала. Год практически хотела. И вот наконец-то не у меня. Наконец-то я буду вышивать вот эти вот красивые заготовки. Здесь вот видите какая классная открыточка. Которую можно потом будет подарить кому-нибудь. Вместе с рукодельным подарочком. Вообще мне очень нравится волшебная страна. Тем, что у них так все так приятно, так деликатно. С подарочками. Все так красиво сделано. Какие-то открыточки, какие-то заготовочки. Кстати, знаете, пока не забыла, я вам покажу. Вчера показывала вот эту вот заготовку эскимо. У меня с органайзером. Она была в подарок. Шла тоже от волшебной страны. И вот как я и думала, у меня дочка сразу. Сразу ей понравилась эта заготовка. Она побежала, подобрала бисер. Такое нестандартное у нее эскимо получилось. Бело-сиреневое. Ну, я еще пока фетры мне оформляла. Классные вот все-таки подарочки они кладут. Детишкам приятно. И родителям, мамам, я думаю, приятно. Вот если дети такую красоту повышивают. Да и, в принципе, я бы сама не отказалась такую эскимошку вышить. Так, и вот так как я начну вот эту вот конфету вышивать зеленую, я уже открыла свой органайзер тоже от волшебной страны. Здесь я насыпала бисер. Высыпала я не весь. Здесь вот у меня наклеила я ценники. Ну, то есть, один, два, три. То есть, по номерам бисера, который там шел в комплекте. Вот такая вот чудесная ракушечка. Не знаю, мне вот больше всего из органайзеров, закрывающихся, которые вот идут на магнитиках, мне нравится вот эта вот именно форма, потому что, ну, не знаю, она такая красивая, морская. Такая вот здоровская. И вот здесь, видите, какой бисер идет. Он с огранкой, с квадратной серединкой. Блестящий, красный и два вида зеленого, в общем. Так, сейчас я немножко вот это все уберу сюда и покажу вам, как это все открывается. Как бы немножко неудобно на камеру. Ну, да, вот так вот. Хорошо видно. Просто мне тут Анюта в комментариях расспрашивала про вот этот вот органайзер. Анечка, тебе большой привет! В общем, здесь неодимовые магнитики, вот на этом пластике, они очень хорошо держат и защелкиваются. Сейчас я вам покажу. Вот они защелкнутся, он все держит, ничего не высыпается абсолютно. Здесь можно его хоть как крутить. И все остается на месте. Очень удобно. В общем, рекомендую. Ну, я еще пока не пробовала вышивать. Приступлю обязательно сегодня вот с этой вот конфетки. В общем, органайзеры тоже очень и очень мне понравятся. Не знаю, как они будут по удобству, как с них бисер напирать будет. Ну, я еще посмотрю и поделюсь с вами в следующих видео. Ну, и раз мы говорим о волшебной стране, есть у меня вот такие заготовочки тоже от волшебной страны. Я их покупала в том году в тетушке сове. И, в общем, я подумала, зачем им лежать здесь, вышивать буквально немножко. Ну, такие две заготовки с двух сторон. Я их тоже, наверное, золотом покрашу. Мне нравится, когда все золотое, все блестит. И можно одну какую-нибудь заготовочку кому-нибудь подарить вышитую. Вот. Так что они мне не будут лежать, а будут обязательно вышиваться в этом году. Еще я включила себе в план вот эту вот очаровательную хрюшку от Анны Петуновой. Я купила схемку, по-моему, в сентябре, насколько я помню. И буду вышивать. Также ставить ее на подставочку, вышивать на пластиковый конве. Ну, она, конечно, такая, я думаю, крупная получится. Она где-то 10 на 10 сантиметров. Ну, то есть, вот, если взять вот этих вот мишек с зайчиком, то есть, она еще будет в высоту. Вот такая вот, как бы, высокая, да, 10 сантиметров. И вот такая же в ширину, как эти медвежатки. Ну, я думаю, кстати, отшивов я не видела. Но, думаю, красиво получится. И, кстати, я вот уже купила ниточки. Вот сейчас покажу вот такие вот цвета. Здесь приятные. Такие персиковые разные оттеночки. В общем, у меня на эту хрюшку все готово. Все ниточки собраны. Ну, пластиковая канва у меня тоже есть. И я вот буду ее обязательно вышивать. И вышью себе к Новому году и поставлю на полочку. Чтобы было у меня еще одно вот такое вот украшение к Новому году. Символ года. В этом году еще хотелось бы мне вышить себе вот такую открытку Рождество. Я в том году вышивала праздничный десерт в подарок. Тоже открытку от Новослободы. И здесь такая идет рамочка. Сразу можно все оформить. Рамку я красила на том наборе в красный цвет. Получилось очень празднично, очень красиво. Подарок вроде как понравился. Ну, а в этом году я хочу, в общем, вышить такую себе открытку. Та у меня с бисером была, это без бисера. Такую мандаринку. Или тут апельсинка, шишечка, корица, печенька. Ну, такой вот новогодний сюжет. И тоже хочу украсить к Новому году свой дом вот этой вот прекрасной открыткой. Надеюсь, у меня получится и будет время все-таки ее отшить. В том году у меня не очень хорошая была перфорация. Ну, как бы немножко с браком сделана была предыдущая открытка. Я имею в виду перфорация именно на ней. Здесь, я надеюсь, будет получше. У меня там ниточки очень перетирались, так как там, ну, некачественно, в общем, было сделано. Надеюсь, что в этой открытке будет намного лучше. И еще, мне знаете, забыла совсем сказать, у меня сейчас нету этого набора в наличии. Но я вам вставлю фотографию. Это, в общем, хрюшка, тоже хрюшка от фирмы Алиса. Она, по-моему, я так поняла, что это новинка. Такая реалистичная очень хрюшечка. Мне она очень нравится. Мне хотелось бы ее вышить на подарок. Ну, вот, жду буквально на днях, что придет этот набор. Я, конечно, его прямо сейчас, наверное, не начну. Ну, вот, как только появится вдохновение, так сразу начну вышивать. Она мне очень понравилась. И мы с сестрой решили устроить совместный отшив этих хрюшек. Она будет себе вышивать, а я буду вышивать на подарок. Еще я запланировала вышить вот такой вот веночек зимний. Это один на вишне дизайн. Вышивается на заготовке пончик. Так, вот сейчас положу. Немножко у меня не входит. В общем, это вот из этого журнала вышивка крестика за август 2018 года. Вот это свеженький журнальчик. Ну, мы уже с дочкой вышили пару сюжетиков вот из этого журнала. Вот этих именно пончиков, веночков. В общем, я вышивала вот такой вот осенний. Очень тоже красивый. А Лиза у меня вышивала летний с ягодами. И, знаете, она мне доверила выполнение французских узелков. А я благополучно про них забыла, увлеклась, так знаете, оформлением, что... В общем, забыла я их. К сожалению, к моему стыду и позору забыла я вышить. Не очень совестно. Но я думаю, что все-таки получилось очень красиво, даже и без французских узелков. Конечно, с узелками было бы более реалистично. Такая клубника была бы натуральная. Ну, мне кажется, и так тоже очень даже красиво здесь вот у меня бисер. Кстати, бисеры я взяла из набора от Новослободы, от предыдущей открытки, праздничный десерт. И вот это вот у меня работа Лизочки моей, дочки, которой 8 лет. А вот это вот моя работа. Такой вот красивый, прекрасивый осенний сюжет с моими любимыми мухоморами, желуди. Рябина, осенние листики. И у меня здесь прицелоса, белый бисер я оформила. Здесь я зашивала серединку. И, кстати, у меня здесь магнит. Я вот сейчас временно вешаю вот эту елочную игрушку. Это, кстати, у нас елочные игрушки, я, наверное, не сказала. На холодильник. В общем, она у меня пока... Эта работа висит на холодильнике. А Лиза вот сказала, что ей не нужен никакой магнит. И что именно сделать такой пончик, что вырезать серединку. И просто у нас вот это вот как елочная игрушка. И, кстати, у нас вот эти работы, пока я не забыла сказать, участвуют в совместном проекте. В проекте от Леночки. Цвет вышиваем по журналам и книгам. Так что, Лена, вот новая участница у тебя. Лиза появилась. Я там смотрела предыдущий отчет. У Леночки цвет. Там, по-моему, девочку Рита звали. Зовут. Она, в общем, ей 7 лет. Она тоже участвует в этом совместном проекте. Так здорово, что и детишки начали подключаться. Ну, вот у меня Лиза тоже изъявила желание поучаствовать. Очень красивая работа у нее получилась. Она у меня сама вышивает бэкстич. Крестики сама вышивает. Но вот пока я ее не научила французские узелки делать. А то бы она, наверное, сама их и сделала. Не доверила бы маме, которая все забывает. И вот мне хотелось бы вышить еще зимой вот такой вот веночек. Ну, а ближе к весне, ну, это уже, как бы, забегая вперед, хочу, конечно, обязательно вот этот вот с первоцветами, наверное, с крокусами отшить. Но он очень красивый. Мне очень тоже нравится. Вот эти вот все веночки. Они просто восхитительные. Такие нарядные. Они, кстати, очень многим девочкам нравятся. Просто вообще интересные, красивые. Такой вот еще пунктик один в мой план зимний. Ну, а сейчас я хотела бы вам показать свои процессы уже начатые, которые мне хотелось бы продвинуть. Но они такие, знаете, зимние. Как раз их зимой, я думаю, следует вышивать. В общем, у меня есть вот такая работа от Риолиса. Зимний день она называется. Вот вы можете видеть. Я здесь один денек буквально недавно повышивала. Мне так захотелось шерстью вышивать. Я поняла, что я все-таки люблю ей вышивать. Хотя у меня крестики корявые получаются. Но все равно вот шерстью вышивать это прям такие, ну, приятно. В общем, пухленькие крестики. Они закрывают. Даже вот 14-й каунт у меня здесь все хорошо закрывают. Ничего не светит в две нитки. Сейчас вот так покажу вам поближе. Видите, как все хорошо. В общем, закрывают крестики основу очень хорошо. Приятный такой сюжет. Я его, кстати, в новогоднюю ночь вышла. Вот так, чтобы видно было. И планирую я его еще повышевать, продвинуть, насколько у меня получится. Насколько хватит времени и вдохновения. Ну, а мы продолжаем. Крепитесь. Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. В общем, есть у меня еще вот такой вот процесс. Зимний сон от Мережки. Красивый серый котик, спящий на окне. У меня он вышит, вот, совсем немножечко. Бэкстич я тоже здесь не делала совсем. Но он красивый довольно-таки получается в отшиве. И тоже я планирую его немножечко повышевать. Ну, максимально, насколько у меня хватит вдохновения. Есть у меня еще вот такой вот процессик. Полуночный Санта. Очень красивый Санта Клаус. Такой вот очень милый. Мне он очень нравится. И вот вышитый у меня чуть-чуть совсем. Я, конечно, еще раз извиняюсь, что у меня все мятое. Ну, и вот столько я отшила. Ой, извиняюсь. В общем, здесь у меня аккаунт, я напоминаю, изменен. На 16-й, то есть я увеличиваю картину. И вот столько у меня вышито. Тоже хочу его повышевать, наверное, перед самым Новым Годом, чтобы создалось у меня такое праздничное новогоднее настроение. Я думаю, будет очень приятно его повышевать. Есть у меня еще вот такой вот наборчик. Пряничный домик от фирмы Панна. Очень красивый домик новогодний на пластиковой конве. Очень яркий. Я его начинала уже давным-давно и так и не вышивала. И я вот поставила его в план. И просто оно обязательно хотя бы немного продвинуть. Я уж там не говорю, что вот прямо сейчас много вышью. И полностью у меня тут готовый. Ну, хотя бы чуть-чуть повышевать. Чтобы у меня просто этот процесс не лежал, а немножко вышивался. Вот все-таки. Вот, видите, сколько у меня отшито. Как я отшила, так и осталось. По-моему, я в апреле месяце стартом. Стартов еще в том году, в прошлом начинала. И вот так вот он у меня и лежит. В общем, в этом году все-таки я его повышеваю. Ну вот, пожалуй, по новогодним планам я вам все показала, рассказала. И по осенним также планам. И остались у меня два пунктика здесь, которые не относятся ни туда, ни туда. Они, наверное, больше летние, может быть. Мне хотелось бы начать все-таки вот этот набор. Мне он так нравится. Ткань на него у меня пришла. И меня, можно сказать, ничего не останавливает, чтобы попробовать этот наборчик. Наверное, буду вышивать с правого уголочка. Вот здесь. Нижнего. И, ну, хочется мне до ягодок, конечно, добраться. Может быть, я немножко его повышеваю. Все-таки хочется хотя бы начать. Пускай он у меня будет начатым. Много я вышить, конечно, не успею. Но мне очень хочется повышевать этот очень красивый натюрморт. Там по студии. И еще, знаете, таким планом я себе его включила. Просто очень хочу. Но не знаю, хватит ли на него времени. Вдохновение. Мне очень бы хотелось вышить вот этого все-таки енотика. Я уже в предыдущих каких-то видео там говорила, что я купила ткань. На рубашку себе беломалиновую такую в клеточку. И очень хочу себе вышить, вернее, сначала сшить рубашку, а потом уже вышить вот этого чудесного, милейшего енотика, который поедает с аппетитом печеньку. Ну и уже носить эту рубашечку. Потому что картины, они, конечно, картинами, они висят, украшают дом. Да, какие-то там прикладные вещички тоже украшают дом. Но мне так хочется тоже ходить в каком-то, тоже в такой же красоте. Тем более сейчас вышивка очень модная. И я все еще тешу себя надеждой, что я сошью себе рубашку и вышью вот этого енота. Ну, у меня здесь, наверное, недели на две, на полторы работы. Я имею в виду, дня три у меня точно уйдет на рубашку. Потом надо будет сшить. То есть после того, как я сошью рубашку, надо будет вышить енота и пришить, настрочить этот вот кармашек накладной. И будет рубашка готова. Ну, в общем, я очень-очень надеюсь, что у меня тоже этот пункт плана осуществится. Вы знаете, у меня главная проблема – это начать. В общем, если я начну, то меня уже не остановить. Но вот именно начать мне все время что-то останавливает, что-то находится, чтобы отложить данный проект. Ну, потому что здесь не только до вышивки. Надо сначала сшить это вот изделие непосредственно. А рубашку, какую я хочу, я не могу себе купить. К сожалению, я уже жалуюсь, что если мне рубашка нравится фасон, то обязательно там нет кармана. Мне хочется, чтобы этот енотик обязательно выглядывал из кармашка. А если есть карман на рубашке, то обязательно какой-то там либо мне модель не подходит, либо не нравится. В общем, у меня такие проблемы. Мне легче сшить, чем купить, я поняла. В общем, ну вот, я, пожалуй, все вам рассказала о своих планах. Надеюсь, это видео было не слишком длинным и утомительным для вас. И вам было интересно посмотреть его. Пишите, пожалуйста, в комментариях, составляете ли вы план на осень, на зиму или вот вышиваете по вдохновению. Я все-таки решила составить, хотя вот я составляла план вообще весь год. И, наверное, осуществила его, ну, процентов на 30, потому что очень много новых процессов каких-то вмешивалось в мои планы. Я что-то увидела, и мне прямо хотелось вышивать это все. И я поняла, что я, наверное, такие долгосрочные планы не буду составлять, а буду составлять планы именно по квартально, что ли, можно так сказать. Потому что их как-то легче будет менять, и я уже буду ориентироваться, что я хочу вышивать на данный момент. Там какие-то новинки, опять же, будут выходить, это 100%, мне что-то понравится. Вот, так что вот так вот. Ну, большое всем спасибо за внимание, что посмотрели это видео до конца. Я желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Потому что сейчас, все-таки, скоро, наверное, начнется холодная пора. И вдохновение, конечно же, для творчества и для вышивки. В общем, всех люблю, целую. И до скорых встреч в новых видео. Пока!